Прошла только неделя, как я сказал людям о том, что я вынужден взять власть на земле, а значит на плотном плане, в свои руки. Эти мои слова совсем не означают, что люди оказались заложниками высших сил и уже никак не могут повлиять на ход исторических событий переходного периода. И если у кого-то, может быть, и промелькнула такая мысль, то я должен сразу расстроить этих людей словами о том, что для всех людей планеты в их программе самосовершенствования ничего не изменилось. Да и не могло никак измениться, поскольку предназначение и смысл творения человека как фрактального подобия Творца не должно и не может измениться даже в экстремальных условиях квантового перехода. После моего послания от 17 июля для людей ровным счетом ничего не меняется. Первым этапом самосовершенствования собственного сознания для каждого человека, включая людей веры и неверия, остается его трудная ежедневная работа над собой, которая благодаря самоочищению позволит ему подняться до высот сознания со Творца. Этот важнейший процесс совершенствования сознания человека является предтечей формирования второго этапа коллективного первосознания. А это и есть возвышение сознания человека до уровня человека света шестой расы. Смысл моего решения для людей должен быть понятен, ибо он, можно сказать, лежит на поверхности. Я выбрал народ-богоносец, поднял его до высот народа поводыря человечества и теперь просто обязан помочь ему в очень трудном промысле спасения человечества, ибо это не просто промысел Спасителя, это уже промысел Бога, который достигается упорным трудом, направляемым Великим Учителем. Поэтому теперь я начинаю становиться для людей не только Творцом или Высшим Космическим Разумом, но и, самое главное, Высшим Великим Учителем, который с 17 июля этого года открывает на Земле свою школу божественного прозрения. Если раньше я говорил людям о том, что планета Земля для пятой расы, пятой цивилизации является школой мудрости, и это есть совершенная правда, касающаяся всего человечества, то для вас, богоизбранного народа, кроме этого, я открываю еще и школу божественного прозрения. Эта школа и для вас, и для меня уже совсем другой промысел. Все, что было дано в откровениях и толкованиях, люди теперь должны рассматривать только как свою базовую подготовку, тех, кто искренне пожелал познать в себе Творца, дающую человеку право войти в совершенно новый мир, мир высоких вибраций. Это касается уже всех людей, а не только людей веры, поистине всех уже почти сотворцов, кому посчастливилось быть избранным Богом, и кто готов принять на себя крест Спасителя не просто человечества, а уже людей новой расы. Теперь все только и начинается, ибо экзамен постижения откровений Творца должен будет стать для людей не просто экзаменом переходного периода, а новым уровнем сознания людей, которые не только осознали свою причастность к Творцу, но еще и приняли на себя мой божественный промысел. Поэтому для консолидации усилий, свободной воли человека-сотворца и воли самого Творца во исполнение вселенской программы преображения пространства, я теперь сам соединяю обе свободные воли, и не просто соединяю, а в сонастройке с человеком обеспечиваю достижение той великой гармонии, которая именуется не иначе как истинная перволюбовь или творящая начало-начал. Теперь эти слова, повторяю уже по моей воле, становятся не просто великими словами, а самым настоящим божественным промыслом, в котором человеку отведена роль инструмента Творца по преображению пространства. И уже не на бумаге, а в самой настоящей объективной реальности. Пусть вас это не смущает, ибо с моей стороны никогда не было и не будет давления на сознание человека. Но промысел людей теперь будет контролироваться самим Творцом, и не только в плотном, но и на тонком плане. Мой контроль обусловлен необходимостью уменьшения вероятности возможной ошибки человека при реализации им моих посылов на формирование божественной регулярности, Царствия Божьего на земле. Теперь вам не стоит удивляться тому, что некоторые люди, вопреки человеческой логике, управляемые геном страха, будут совершать поступки, выходящие за рамки человеческой регулярности и соизмеримые с действиями промыслом людей света, для которых участие в промысле Творца – есмь счастье сотворчества. «Помните, я много раз говорил вам о том, что вы есмь боги, и призывал вас вести себя подобно богам, для которых первичен дух, а не материя, и для которых не существуют мамоны, тянущие людей к грехам эго и гордыни. Вот теперь те люди, которые приняли всем сердцем откровения Творца, а точнее мои знания, переданные людям для подготовки их сознания к переходу на новые вибрации Творца, уже даже независимо от своей воли, просто обязаны соблюдать все каноны вечности и в своем промысле видеть промысел Бога, творящего новое пространство света, не по определенным дням, а постоянно. Вы сразу будете в толпе замечать людей света, даже без значка, ибо им уже дано мною право прямой сонастройки с Творцом и право ощущать себя частью творящего начала начал. А это значит, что без духовного единения этих людей света пространство не сможет измениться. Поэтому духовный центр, который уже создан, через духовное единение людей под знаменами за государственность и духовное возрождение России теперь уже есть школа божественного прозрения, формирующая под моим началом и при участии людей света сознание нового человека, человека шестой расы. Эта школа не на словах, а на деле, ибо я дал право всем людям света формировать сознание тех людей, кто искренне желает духовного единения под моим именем и вокруг моего помощника, проводящего через себя свет моих знаний и мое присутствие в плотном плане. Повторяю, я сам, ваш Творец, отныне буду контролировать процесс совершенствования сознания людей на тонком плане и, конечно же, их промысел в плотном плане, и ваше стремление к свету будет отражаться на вашей сонастройке с Творцом, на вашем божественном промысле. Мне, равно как и людям, необходимо изменить социальный климат этой страны, хотя бы для того, чтобы ваш народ наконец осознал, что он избран Богом, а значит, просто обязан принять на себя не только ответственность за судьбу человечества, но и крест Спасителя, а значит, принял бы на себя промысел Бога. Теперь посыл Бога уже не слова, а есть промысел нового человека, давшего обещание Богу пройти школу божественного прозрения, которая с 17 июля становится обязательной для каждого человека и является основой построения новой божественной регулярности. Повторяю для тех из вас, кто все еще сомневается и пока не принял для себя никакого решения. Школа божественного прозрения открыта для всех, кто осознал себя частицей творящего начала начал. И нужно понимать, что в этой школе занятия будет проводить сам Творец. Школа божественного прозрения будет не теоретической платформой, а самой настоящей практикой построения божественной регулярности, а значит, практикой преображения пространства и сознания человека, которую люди должны будут рассматривать как предтечу своего экзамена на соответствии уровня своего сознания, уровню человека-сотворца. Если люди добровольно, пользуясь правом свободной воли, примут мои условия и будут готовы окунуться в мир божественного промысла, то они должны будут принять как данность и то, что для них теперь смысл жизни есть не дела Бога в плотном плане, а это значит, что этот человек теперь находится под моим непосредственным контролем и защитой, и он теперь становится основой новой божественной регулярности. Наступает период сотворчества человека и Создателя, но только для тех людей, кто успешно сдал экзамен постижения откровений и готов получить не только новые знания, но и принять участие, получить право творить новое пространство света, пространство Святого Духа вместе в сонастройке с Творцом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова